Карачао-Черкесия на телеканале «Россия-1» главной вести республики. Мы работаем в прямом эфире. Добрый вечер, с вами Руслан Куркмазов. Сегодня глава республики Рашид Тимрезов провел встречу с главой Малокарачаевского района Рамазаном Байрамуковым. Один из приоритетных вопросов – эпидемиологическая ситуация в районе и вакцинация. Две недели назад в связи с ростом заболеваемости в Малокарачаевском районе решением местных властей были закрыты предприятия для проведения мероприятий, активированы рейды по соблюдению мер. Рамазан Пахатович сообщил, что в Малокарачаевском районе на сегодняшний день провакцинировано 44% населения. Кроме того, были рассмотрены вопросы, касающиеся благоустройства территории района, водоснабжения и дегазификации жилых домов. В рамках рабочей поездки по Ногайскому району глава республики посетил аул Икон Халк. Он осмотрел обновленный после капитального ремонта дом культуры, проверил ход работ по благоустройству новой парковой зоны, а также посетил один из крупных растеневодческих хозяйств республики СПК Тохтамыш. Альбина Ламкова продолжит. Икон Халк – один из наиболее густонаселенных аулов Ногайского района. За последние годы в нем была проведена значительная работа по совершенствованию социальной инфраструктуры. В частности, был построен и открыт новый детский сад «Ильнур» на 200 мест. Также в ауле был открыт многофункциональный фетшерско-акушерский пункт с дневным стационаром. Кроме того, в данном населенном пункте в этом году впервые был оборудован и открыт спортивный зал для занятий единоборствами. В Икон Халке за последние годы были благоустроены четыре общественные территории с детскими игровыми площадками, сделаны дороги, ведущие к соцобъектам, школе и детскому саду. Глава региона Рашид Тимризов в рамках своего визита в Икон Халк посетил еще один новый объект. После капитального ремонта здесь распахнул в свои двери обновленный дом культуры. Работа была проведена в рамках партийного проекта «Единой России. Культура малой родины». Гостям подробно рассказали о том, какая проводится работа в нем. А жизнь в ДК насыщена. Зрительный зал на 250 мест впечатляет. Осталось его активно задействовать. Если у вас здесь будет кинопроектор, не обязательно ждать новинок. Можно здесь какие-нибудь исторические, документальные, старые советские фильмы ставить, куда люди разных возрастов пойдут. Это же от нашего Минкульта зависит. По итогам визита было принято решение включить этот объект в федеральную программу для закупки кинооборудования и обустройства кинотеатра, отметил Рашид Тимрезов. Далее гости во главе с руководителем субъекта ознакомились с ходом строительства первой вауле парковой зоны. По плану здесь будет фонтан и еще одна уличная игровая площадка для малышей. Особое внимание в ходе рабочей поездки уделили вопросам обеспечения качественного водоснабжения в Иконхалке. Буквально центр, как наш, преобразился. Вот этот асфальт у нас появился в прошлом году. По финансированию. Поэтому очень большое спасибо хотим сказать и попросить у вас нам воду. Ну конечно, но воду же начали делать. Остро проблемы с водой встают в летний период. Летом больше расхода, естественно. Подвори в бассейне, дети. Здесь же надо и с жителями тоже работу проводить, чтобы они понимали, сколько нужно для полива. Полили, ну как-то так. Слушайте, ну 60 лет не решалась эта проблема, с 50-х. Сейчас мы начали потихонечку, сейчас и к водокачке придет. В Иконхалке для обеспечения бесперебойным водоснабжением уже стартовали работы по строительству водопроводных сетей. Затем в рамках рабочей поездки в аулу руководитель региона посетил сельскохозяйственный производственный кооператив «Тахтамыш». Один из крупных растеневодческих хозяйств республики. СПК ориентирован на выращивание пшеницы, кукурузы, подсолнечника и сахарной свеклы. Альбина Ламкова, Вести, Корчаево, Черкесия. Сегодня день воздушно-десантных войск России. В этом году ВДВ исполняется 91 год. По традиции мероприятие прошло в парке культуры отдыха «Зеленый остров Черкеска». Подробности у Аслана Гирюгова. Александр Максименко всегда мечтал стать десантником. По срочной службе ему не удалось попасть в ряды воздушно-десантных войск. Десантником он стал, пройдя на службу по контракту. Он отметил, что эти годы самые лучшие в его жизни. Проходя отбор и сдавая нормативы, он считал, что это очень сложно. Но все эти испытания воспитали в нем настоящего мужчину. Мой любимый фильм «Тоне особого внимания», который вот сегодня тоже шел, это там мои кумиры, из-за которых, глядя на них, я и пошел служить воздушно-десантным войскам. Об этом никогда не жалею. Я поздравляю всех служащих, которые сейчас служат в ВДВ, которые уже обслужили. Бывших десантников не бывает. Поэтому всех причастных к этому виду войск поздравляю с 91-й годовщиной наших войск. Войск дяди Васи. Также он отметил, что подобные мероприятия очень важны, ведь благодаря им люди помнят о подвигах солдат. Сегодняшнее мероприятие в основном это день памяти наших погибших товарищей, наших тех, кто не вернулся с задания, те, которые отдали жизнь за то, что мы сейчас живем. Поэтому эти мероприятия, я считаю, надо проводить, чтобы люди помнили о том, что есть такие войска, которые всегда на передовой. Торжественное мероприятие, посвященное годовщине воздушно-десантных войск, прошло в парке культуры и отдыха «Зеленый остров». В обычное время в нем принимало участие большое количество людей. В этот раз, ввиду со сложившейся обстановкой, собрались сами десантники. До начала официальной части участникам мероприятия вручили грамоты и медали за вклад в военно-патриотическое воспитание молодежи. По уже сложившейся традиции прошло три возложения. Первое у памятника советского военачальника, командующего воздушно-десантными войсками Филиппа Васильевича Маргелова. Второе у памятника бойцам-афганцам. И третье у памятника солдатам, погибшим в Великой Отечественной войне. Я бы хотел пожелать всем воздушно-десантным войскам, всем тех, которые отслужили, здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Бывших не бывает. Это урок молодым гражданам нашей республики. Дань уважения тем, кого мы чтим. Несомненно, проводя подобные мероприятия, мы рассказываем о подвигах солдат, которые жертвовали своими жизнями ради будущего поколения, отметили участники собрания. Астан Гирюков, Али Бастан, Вести, Карачаево, Черкесия. И вести заперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 22 503 человека. Из них 20 716 выздоровели, 710 сейчас госпитализированы. В Карачаево-Черкесии теперь он имеет прямое отношение. Сегодня день рождения отмечает российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, который целый месяц провел в Тиберде на сборах. Как у известного спортсмена, проходил день в курортном городе. И что ему особо запомнилось, расскажет Алла Качиева. На его счету в ММА 28 побед, 8 поражений и 1 ничья. Александр Емельяненко в ближайшее время ждут еще три боя. Сборы на этот раз именитого спортсмена проходят в Карачаево-Черкесии по инициативе его менеджера Азамата Вастанова. Впервые приехал сюда, поднялся в Высокогорье. Проживаем в санатории Озона. Очень все нравится. Все устраивает. И погодные условия, и место пребывания. Здесь считается это как высота высокогорья. Потом на равнину спущусь, буду еще лучше себя чувствовать. Санаторий Озон стал местом отдыха и одновременно восстановления Александра. Боец постепенно приходит в хорошую физическую форму. Активно тренируется. Сейчас будет тренировка. Я буду сейчас бросать камни. Потому что у меня три ближайших боя будут по правилам бокса. Буду тренировать плечевой пояс, ударную технику ставить. А чему это способствует? Силе удара, скорости удара. А еще Емельяненко-младший скорректировал питание. Хотя соблазн очень большой. Здесь впервые я попробовал черного барана. Намного вкуснее черный баран, чем обычный. К сожалению, в меню спортсмена нет местного деликатеса. Но зато есть пресловутая тибердинская капуста. Александру также по вкусу айран. Но целебный напиток тоже он употребляет в ограниченном количестве. Режим есть режим. А он у него строгий. Завтрак, процедуры, тренировка. Потом обед, сон, час. Вечерняя тренировка. Ужин. И немножко времени остается для того, чтобы пообщаться с родными, с близкими, с друзьями. И природа красивая, и люди приветливые, и погодные условия шикарные, признается Александр Емельяненко. Тем более, озон расположен вблизи джамагатских нарзанов, в окружении голубых ели и пихт. Здесь можно побродить по теренкуру и полежать в гамаке. То, что тибердоэкологически чистая зона, подтверждают и другие гости санатория. Здесь очень замечательное, магическое, волшебное место с замечательной природой. Отличные санатории, отличные процедуры, есть где погулять, речка рядом, все здорово. Здесь особые климатические условия. Можно прекрасно отдохнуть и познакомиться с достопримечательностями республики, местными обычаями и традициями. А самое главное – восстановиться после перенесенной коронавирусной инфекции. У нас произрастает очень много голубой ели. Не секрет ни для кого, что голубая ель, вообще ель, она очень помогает, немаловажный фактор оказывает на дыхание, на восстановление. И самое главное из всего этого, ну, можно сказать, что лечебная база есть во многих санаториях, но самое главное – это наш воздух, это наша природа, это красота. Не только с хорошей физической подготовкой, положительными эмоциями, незабываемыми впечатлениями от курорта пойдет Александр Емельяненко на встречу к очередным победам. Вместе с тем спортсмену будут придавать силы и уверенность на боях друзья и одновременно болельщики, которых он приобрел в нашей республике. Алла Качиева, Расул Бердиев, Вести Карачева, Черкесия, Тиберда. Шоу мирового масштаба в Кисловодске, продюсерский центр заслуженного артиста России Гейрадзе и компания «Разгоццирк» представляют новое шоу «Королевский цирк». На настоящем королевском балу побывала Светлана Шаганова. Вы хотите побывать в королевском дворце на королевском балу, окунуться в русскую зиму и увидеть страстную Испанию? Тогда вам непременно нужно сюда, в Кисловодский цирк. И вы почувствуете себя королевой. Более ста артистов и две тысячи эксклюзивных костюмов, хрустальные люстры, мраморные колонны и стразы. Как говорится, шик, блеск и красота. Это не просто грандиозное цирковое шоу, это сказочный спектакль, в котором виртуозно переплетаются сложнейшие трюки дрессура животных. Невероятные образы артистов российской государственной цирковой компании, авторская музыка и декорации, профессиональное световое оформление, спецэффекты, необычный реквизит и эксклюзивные роскошные костюмы. Заслуженный артист России Гия Эрадзе и славится неординарным подходом к цирковому искусству. Действо одновременно происходит и на манеже, и под куполом цирка. Все коллективы, все наши номера кардинально отличаются от каких-то других программ. Они все абсолютно разные, но мы имеем свой почек, свой стиль, свою эстетику. И за счет этого мы, наверное, пользуемся той популярностью, которую мы пользуемся сегодня не только в нашей стране, а во всем мире. В течение трех часов зрители побывают на королевском балу с грациозными королевскими фризами и смогут путешествовать по разным странам. И вот она, настоящая Испания, с настоящими тореадорами и горделивыми яками. Благодаря оригинальным режиссерским решениям, зрители из солнечной Испании попадают в райский сад, где веет прохладой от фонтана. И здесь живут уникальные розовые пеликаны и яркие экзотические птицы-попугаи-ара. А вот и чарующая русская зима. Снежная сказка с оленьими лесами и русскими борзыми. Шоу и мастерство артистов Росгосцирка просто поражает. Без страховки, под звездным небом, воздушные гимнасты и бесстрашные канатоходцы. В шоу гея Эрадзе и масштабный аттракцион «Дикий мир» под руководством обладательницы международного титула «Принцесса цирка» Людмилы Сурковой. Отважная дрессировщица хищников, ее полосатые кошки и лев представляют на манеже весьма впечатляющее зрелище. Трюки, которые мы делаем или которые у нас, допустим, в проекте, мы репетируем со всеми, со всеми тиграми. И уже из этого делаем свой кастинг, наверное. Кто-то идет хорошо назад, кто-то идет хорошо вперед, кто-то прыгает хорошо, кто-то делает кувырки хорошо. И все, и мы просто это закрепляем. И из-за этого, я думаю, что результат получается отличный. Создатель Королевского цирка, заслуженный артист России Гия Эрадзе, обладатель множества высших наград российских, европейских и мировых цирковых конкурсов, а также является обладателем самой главной цирковой награды мира – золотого клоуна международного фестиваля в Монте-Карло. Все эти титулы – результат огромного труда всего коллектива. Представление было великолепное, красочное. И хотелось бы артистам пожелать всем крепкого здоровья, как у нас принято на Кавказе, полных залов и горячих аплодисментов. Виват Королевский цирк. Путешествия в мир красоты, роскоши, грации, отваги и ловкости. Все это и многое другое ждет зрителя на манеже Кисловодского цирка до 29 августа. Оцените сами масштаб впечатляющего шоу Гия Эрадзе «Королевский цирк». Светлана Шаганова, Ислам Урумов, Вести Карачаева, Черкесия, из Кисловодска. Прямо сейчас первая серия фильма «Отражение звезды». До встречи на телеканале «Россия-1». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова